Народным контролёрам продолжают поступать жалобы от жителей города на недобросовестных предпринимателей. В этот раз в чёрный список попали три торговые точки – Илькин, Мечта и Ямал. В ходе рейда общественники выявили в этих магазинах множество нарушений правил торговли и просроченные продукты. Первая точка, куда пожаловали народные контролёры – магазин Илькин на улице украинских строителей. Жители города неоднократно жаловались на реализацию здесь просроченных продуктов. Это замечание сотрудники магазина постарались устранить. Порадовал и порядок на витринах и в холодильниках. Однако без замечаний всё же не обошлось. Активисты обратили внимание на отсутствие маркировки кондитерских изделий. У вас, когда коробочка поступает, на ней указаны сроки годности. Вы эти ценники не вырезаете, не делаете? Значит, должны писать здесь полностью ценники. Чистенькое санитарное состояние соблюдается. Единственное, что хотелось бы, чтобы кондитерские мучные изделия были с ценниками производителя, чтобы указывали, и сроки годности. В магазине «Мечта» на улице Комсомольской ситуация аналогичная. Продукция на витринах лежит без всякой маркировки. А вместе с тем покупатель должен знать всю необходимую информацию о товаре и производителе, включая состав, дату изготовления, срок годности и условия хранения. Нашли общественники и более серьёзные нарушения – просроченные продукты питания. Десятое-десятое. Двадцать пять суток срок хранения. То есть, это по какой у нас должно быть? По пятой часу? По пятой ноябре? По пятой ноябре, получается, да? Да, да. Если копчёная курица оказалась просроченной на месяц, то замороженные крабовые палочки хранились в холодильнике годами. Снять их с продажи продавец должен был ещё пять лет назад. С истёкшим сроком годности оказались и другие продукты – партия рыбных консервов, сгущённое молоко, орешки. В своё управдание хозяин говорит о том, что вокруг магазина активно сносят ветхое аварийное жильё. Покупателей практически не осталось. Отсюда и просрочка. Вот скажите, пожалуйста, почему у вас столько всё-таки просроченного товара в магазине? Вроде магазинчик-то небольшой у вас. Тут один маленький магазин, тот за свет надо платить, тот за воду надо платить. Всё бегать не так. Думаете, сидишь в магазине и торгуешь, что ли? Ну, вы знаете, это никак не должно покупателям касаться. Однако больше всего удивил магазин «Ямал», который расположен в промышленной зоне города. Товар здесь повсюду. Беспорядочно лежит на полках, на витринах, стоит на полу. Морозильную камеру, похоже, не очищали от наледи уже так долго, что в ней успели образоваться снежные сугробы. А в холодильнике – грязь, плесень и испорченные продукты. Зелёное всё. Это и лежит на витрине. Такого количества просрочки общественные контролёры не видели уже давно. На прилавках магазина не один десяток наименований товаров с истёкшим сроком годности. В чёрный список попали консервированные продукты – рис, чай, яйца и даже детские сладости. Последствия от их употребления, видимо, мало волнуют предпринимателя. Здесь мы столько нашли просроченного товара – детского, мясного, колбасного изделия. Даже есть чай просроченный. Товар, даже если который срок годности ещё не стёк, но он имеет такой вид, что его уже употреблять совершенно опасно для жизни. Помимо этого, во всех трёх магазинах отсутствовали медицинские книжки, а продавцы были без специальной одежды. Через неделю народные контролёры проведут повторный рейд, а в случае выявления нарушений напишут заявление в Роспотребнадзор. Обычно предприниматели реагируют мгновенно на наши замечания и всё устраняют. Это бывает единичные случаи, что где-то мы находим пару-тройку замечаний таких серьёзных, которые сразу же устраняются. Но магазин «Ямал», магазин «Мечта» – это неисправимые, можно сказать, магазины. Рейды общественных контролёров будут продолжены. Однако потребителям и самим не стоит терять бдительности. Всегда обращать внимание не только на ценники, но и на информацию о производителе и сроке годности продуктов. Свои жалобы и замечания по качеству товаров и обслуживания жители могут направлять в приёмную местного отделения партии «Единая Россия». Наталья Матюшкина, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.